Привет, друзья! Сегодня мы для вас снимаем диагностику недвижимости, но не совсем стандартную. Обычно мы снимаем дуэтом, а сегодня у нас будет такое вот замечательное трио. Сегодня со мной Евгений Бурлаченко, директор наших офисов Валенсии, Аликанте, Финистрат. Ну и штатный критик Ярослав Левашов. Привет! А посмотрим мы сегодня недвижимость, которая находится в этом замечательном комплексе, который состоит из четырех башен и называется Sky Homes. Недвижимость находится на девятом этаже, 120 квадратных метров и скромненькие 365 тысяч метров. Для Валенсии важный момент. Да, мы находимся в Валенсии. Самое интересное, мы находимся в районе Мелия, и как видите, здесь получился район новостроек. Это всегда радует глаз, и вот здесь вот сейчас Ярослав начнет критиковать. Я могу начать критиковать прямо бетон под ногами неочищенный. Видно, что новостройка, потому что он еще до конца не отмыт. Вот здесь прямо город, сад, очень красивые дома. А там уже сад, ну такой, со стажем, да? Сад со стажем, да. То есть, по большому счету, новая зона начинается вот с этих вот небольших деревьев. И здесь есть еще несколько площадок строительных, которые мы должны построить. Ну не мы, а строительные компании, которые выкупили эти. Стоп, пойдемте смотреть. Пойдемте, да? Пойдем. А где вход? Тут. Вот здесь. Шо, Славков? На просмотр, сколько мы сейчас берем. Шо, серьезно? Серьезно. Только мы чуть-чуть опоздали, потому что они тут только что зарезервировали. Да, ты что? Как раз стоишь в детмужа и типа... Надо пояснить зрителям. Отправили, пока снимали, говорим, вон там, кажется, клиенты. Уже продано, как всегда. Она похожа хапа почек убитых. Ну а шо? Стоит тут. Да, понятно, сейчас уже... Ты запытай, может, покажем вас зараз. Я в офисе. Ты опоздал чуть-чуть, надеюсь, не было. Слушай, а ты не думаешь здесь просто поставить стол, как Семен помогала? Со стулом открыть офис? Мы можем отменить резервы, если им понравится наша квартира, мы продадим нашу. Ну так, надо показать, сейчас она ждет и много. Тогда ты стоишь, мы дежурим, показываем. Мы дежурим, показываем квартиру, дежурим. Какой этаж? 365 тысяч. Я не сделал номер. 370, еще мне 5. Хорошо, мы разберемся, камеру выключают. Слушай, ну вот прям новостройка, да? По ней сразу видно, что это новостройка. Слушай, ну подъезд на самом деле очень бюджетный. Он бюджетный, но он полностью современный. По нему все видно, насколько он современный. Ребята, посмотрите, а здесь есть внутренний дворик. Я такие прикольные внутренние дворики. Я вообще красивые дома, знаешь, что ты где видел? Где? В Алматы, в Казахстане. А, точно, на что вы видели. Мы были очень похожи. Когда было вот в новостройке последний раз, это вот был Казахстан. Слушай, а это вообще такая непонятная терраса, здесь нет выхода во двор. А здесь технический какой-то балкон. Технический и на парковку. А, здесь парковку, а здесь счетчики. Стоимость квартиры, кстати, входит в парковочное место и кладовка. И кладовка. Здесь есть социальный клуб, здесь есть бассейн закрытый, здесь есть бассейн открытый. Понеслись на оценки на коммунидат. И, соответственно, детская площадка. Детская площадка. А взрослая площадка есть? Взрослая площадка на девятом этаже. Так. В главной спальне. Ага, пойдем посмотрим. Три, да? Три лифта. Три. Каждому по одному. Смотри, лифт опять-таки казахский. Я захожу вправо и я в центральный. Не знаю. Казахские мотивы я опять наблюдаю. Лифты обшитые. О, можно? Ну ладно, я с тобой пойду. Ярослав, встречаемся на девятом этаже. Я везу клиента. Ярослав, ну что же это за лифт такой? У меня рабочий лифт. Аккуратненько. Скользко здесь. А там хорошее. У меня еще медленный, судя по всему. Спускаться было. Потому что я приехал позже у вас. А, Б, С и еще три квартиры дальше. Итого шесть квартир на этаже. Первый раз вижу такое чистое, светлое общежитие. С мрамором на полу. Ну что, приглашаю вас на просмотр квартиры. По-моему, не только мы смотрим квартиру. Там уже клиенты, в смысле. Какие клиенты? Это я что, позвал? Вы идите, показывайте, мы начнем снимать. Давай. Клиент нашелся прямо около дома, бродил и искал квартиру. Ну, слушайте, мне в любом случае интересно. И бумажка какая-то упала. А бумажка, это как раз я хотел рассказать. Это квартира. Купил клиент, инвестор для перепродажи у застройщика. И сейчас проходит прием этой квартиры. Соответственно, именно так, именно с этими бумажками нужно принимать в Испании квартиры. Мы сделаем такое исследование сегодня. Кроме того, что посмотрим просто и оценим квартиру, еще и посмотрим, как застройщик передает квартиру собственник. А собственник кто здесь? Испанец. Испанец. И заодно посмотрим, на что обращают внимание испанцы при приемке квартиры. Это тоже очень важно. Это у нас прихожая. Мы можем поднять, например, первую бумажку и посмотреть, что здесь написано. Порта Раяда. Значит, дверь поцарапана. Может быть, за тобой, которая дверь? Может, за мной. Походу, всю мою работу здесь сделали? Да. Ярослав, у тебя сегодня облегченная версия. Смотри, здесь просто стрелочка и вверх, видишь, вот смотри, дефект маленький. Вот тут все в бумажках, квест какой-то. Вот эта вот дверь и вот эта. А что вот это за комната на входе, типа, постирочной технической? Это болерная техническая комната. То есть здесь установлена стиральная машина и здесь установлена система тепловой насос для ГБС, для горячей воды. Написано «мальтерминадо». А что «мальтерминадо»? Вот это вот стол. Кто-то сильно придирался. Встроенный шкаф, кстати, на встроенном шкафу тоже какая-то бумажка, да? Была, да. А, вот электричество здесь. Вот встроенный шкафчик. Щитки электрические. Здесь сразу телекоммуникации. Говорят о том, что вот как справедливо электрика. Здесь все хорошо. Под ногами у нас ламинат. Под ногами у нас ламинат. Но дальше на кухне плитка. То есть традиционная комбинация, больше привычная для нас. Да, в технической зоне кухня, ванная комната, плитка. Вся остальная квартира похожа на ламинат. Это, кстати, отличает, наверное, квартиры в Валенсии от квартир пляжного строительства. Потому что появляются вот эти вот моменты гардероб, появляется, появляется вместо плитки ламинат, появляется техническая комната, которых наши в крае, там, аликанты, либо таревихи реже, намного реже учитывают строительство. Почему большие квартиры для постоянного проживания, а не все-таки для туристического. Центральное кондиционирование входит в стоимость. Включая сам кондиционер. Также здесь установлен видеодомофон. Ребята, предлагаю вот эти вот все бумажечки оставить на потом, на десерт. Я их там очень многое вижу. Пройдем сначала, посмотрим кухню. Тут всего одна бумажка. Ну, кстати, бумажка, знаешь, о чем? О чем? Видимо, о пороге, я так думаю. Эстасон, да? Эстасон, да, что она не прикреплена. Не прикреплена. Болтается. И она еще и поцарапана. Она еще и поцарапана, скорее всего, да. Что сразу бросается в глаза, такая, ну, очень бюджетная покраска. Я понимаю, что это промоушен, как бы проекту все равно качество не очень. Вот ты видишь это пообщей, видимо, шагрени, там, выведен, синих, хотя бы... Сразу это сразу везде видно, да, здесь, вот здесь, на стыке. Обратили внимание, что хозяин, который достаточно скрупулезно написал про покраски, про покраску, ничего не написал? Да, потому что для испанцев уже, когда ты видишь гладкую стену, уже хорошо. А вот это никто не смотрит. Они, в основном, привыкли к вот этой шубе, которую мы называем, да, боти, а вот это, это уже уровень. Ну, кухня, обычная кухня, белый глянец, здесь ничего не скажешь, все нормально, кварцевый камень селестон, есть подсветка, кстати, бедовская. А что вы скажете за планировку? Ну, мне не хватает, вот знаете, чего? Она отдельная, но она небольшая, она узкая. Мне не хватает вот это вот, просто взять и снести эту стенку. Да, то есть я, честно, я бы эту стенку не ставил, и для застройщика это дешевле, то есть не будет стенки, не будет этой двери, но функционал будет лучше. Ты можешь сделать кухню со стравком, ты можешь сделать с барной стойкой. Ты отдаешь много пространства кухне, достаточно много, но в то же время это пространство для хозяйки, его слишком много, но не используешь. Поставить столик только вот так в стенке впритык несколько стульчиков, которые будут мешать уже ходить передвигаться. То есть, ну, пространство действительно непонятно. Телевизор? Ну, и кушать здесь, например, гораздо приятнее, мне кажется, с видом хотя бы там, где больше света, как минимум. Ну, и, кстати, в Испании раньше, в старых планировках, когда строили раньше дома, еще до прошлого три месяца, вот это была стандартная планировка. Было очень принято строить именно отдельные кухни, пускай они будут узкие. Мы с тобой много раз это снимали, Терревейки, в старом фонде. А сейчас все-таки во всех новостройках в основном строят американки, когда кухня соединена с гостиной, с каким-то островом, либо с барной стойкой, это очень удобно. И у застройщика был выбор, между прочим, по модификации. А, то есть, можно выбор? Можно, да, то есть, это выбор уже конкретно хозяин. Смотри, ты прям открыл, и если бы вдруг тут было бы... Ну, во-первых, стало светло, смотри. Да, и за счет... Ты, кстати, видишь окна, они такие притемняют, как меняются очень сильно, то есть, свет наружный. Можно на балкон идти? Пойдем. А, ну вот совмещено с гостиной, лоджи такая получается. А вы ничего не заметили здесь? Здесь очень сильный наклон. Очень сильный. Я понимаю, что это сделано в целях, чтобы вода уходила вниз, но это как-то неприятно. Если ты поставишь мебель, ты будешь сидеть под таким... Если бы это было самым неприятным, мне вот это вот не очень нравится здесь на балконе. Это вообще, это очень даже опасно, и это девятый этаж. Ну, это я бы не хотел так. Ну, я тоже хозяин, кстати, на это не обратил внимания. Кстати, да. Бумажек нет, бумажки ни одной. И что мне еще не нравится в этой части, это то, что туда может, пусть маленькая ножка, вот, маленького ребенка, но она может туда попасть. Это очень опасно. И это, мне кажется, абсолютно непродуманно, и это неправильно, и это просто опасно. Я думаю, если многие будут обедать, ужинать на этих балконах, внизу будет очень много ложек, вилок валяться. Ну, вот там, на той площадке, потому что, смотри, окурсочков, хамона, все будет сваливаться. Да, 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 да. Ну, и здесь вот могу вам рассказать немножко про инфраструктуру. Как раз вот, если мы с вами смотрим с этого балкона прямо, будет построен огромный большой торговый центр. Именно там, в Турианово, будет выстраивать свою историю. То есть у нас там есть новостройки, которые мы предлагаем и продаем в том числе. И это даст этому району еще один дополнительный виток развития. Ну что, идем посмотрим зал. Я могу вам даже открыть с той стороны. Давай. Добро пожаловать. Фод платный? Нет, пока бесплатный, выход платный. Ну, зал хороший. Хороший. Да, я только хотел сказать, пропорциональный, не вот эти кишки все. Но я тебе сказал, что в таком зале достаточно сложно расставить мебель. Потому что, когда у тебя продолговатый зал, у тебя мебель намного лучше становится. Но они молодцы по розеткам. То есть они, видишь, и там поставили две розетки, и там. Но ретроград предполагал, что телевизор будет только здесь, и нигде иначе. Потому что интернет, антенны, все здесь. А здесь у нас пустая бумажка. Непонятно, что собственник хотел сказать. Она будет не была приклеена. Хотел сказать, что нет телевизора. Хотел сказать, что все хорошо. Зато там бумажек предоставили. Пошли смотреть бумажки. Бумажки это самое привлекательное. Так, эти мы бумажки посмотрели. Ну вот начинается плинтус. Что с плинтусом не так? Только что-то подделать. Ну там вот какой-то кусочек клея. Тут, как всегда, порожек. Да, точно так же порожек не закреплен. На полу что-то. Хунтус Муи. Мустер Радос. То есть швы не соединены. Но мы уже видим, что швы начали расходиться. Ну с плиткой понятно. Давайте саму ванну обсудим. А сама ванна классическая. Есть ванна. Что достаточно редко для сегодняшнего. И нет цвета. Нам важно добавить зрителям. Некоторые, которые могут не понять, почему квартира кажется темноватой. Просто почему-то нет в доме. Или вообще здесь нет цвета лампочек пока. В доме это есть. Выбор застройщика, он очень странный. Квартира выполнена достаточно бюджетно. По ремонту. Здесь очень много претензий есть к ремонту. Но, например, сантехника марки Порселонос. Это дорогая сантехника. Правда, базовая модель у нас раковина без мебели. Но, тем не менее, это Порселонос. То есть, если бы это была Рока, это стоило бы 60-70 евро. Порселонос будет стоить порядка 200 евро. За 200 евро можно взять уже базовую раковину с мебелью. Но здесь, хочу сказать, очень классная планировка. Здесь спальная зона находится... Я вот эту видел. Далеко от салона, от гостиной. И, конечно, огромный плюс, что здесь нет, конечно, уже никаких вот этих патио. Квартира достаточно светлая. Вам письмо. О чем? Читайте, вот тут на полу было. Эта puerta суэна маль, порке чока, аль, обрився. Да, когда открываешь, она шумит. Я понял, да, одна из петель щелкает. Мне такое впечатление, что человек, который это критиковал, все. У него была задача просто наклеить много бумажек, потому что он показывает, что он делает качественно свою работу. И некоторые вещи, они просто придирки. А некоторые вещи действительно актуальны. Он не замечал. Он не замечал, да. Где это было? Например, он по покраске всего здесь выделил, что здесь грязь на покраске. Вот этот кусочек мы его четко видим. А то, что сама покраска и штукатурка здесь отвратительная, и вот они не... Ну, опять же, давайте ревизию делать всегда очень сложно. И заметить все вот эти вот детальчик просто тоже может пустовать, может даже не замечать. Как не заметить, смотри, как не очистить шок. Смотри, видишь, он просто в культурном шоке. Он хотел получить идеальную квартиру, и наши всегда зрители должны знать. В Испании нужно очень хорошо проверять. Даже лучше перед подписанием квартиры, нежели после подписания. Не все застройщики, кстати, это дают. Мне кажется, что вот это вот просто какие-то отписки. Вот эти записки, это отписки. Мне кажется, это не собственник. Собственник по-другому подошел бы к другим моментам. Мне кажется, это как-то вот... ОТК от застройщика, нет? Не может быть собственник собственник. Может быть собственник намял какого-то техника, который прошел. А собственник испанец? Да. Фасады очень сильно, не то что дезинформируют, они тебя подготавливают к другому наполнению квартиры. Я хотел сказать, комната без бумажек, нет? С одной бумажкой. Спальня номер два. Щелкает при открывании ему дверь. Ну, видимо, это болезнь во всех шкафах в этой квартире. Ну, там эти петли такие... Ну, это просто поднастроительные. Опять же, почему собственник должен это делать? Конечно, нужно строить, чтобы там пройти это делать. То есть это работа на полдня. И здесь окна в пол мне нравятся. Вот они, знаешь, придают современность. Вот как определить, что дом современный, квартира современная? В принципе, можно сделать такой пол, можно сделать розетки, можно сделать стены. Все можно сделать даже в старом доме так. Но окна, как правило, вот так сделать не получится. Конечно. Фасад поменять не можешь. Фасад выдаёт. И фасад здания, которое видно через это окно, тоже выдаёт, что ты находишься в районе... Ну, сразу поймёшь, что это не Торревьеха, как минимум. Ну, или окраина Торревьеха. Ну, большой город. Ну, не обязательно большой город. В Пунта Приме есть похожие дома. Пойдём в... Как это? Получается, главная спальня? Как ты сказал? Для площадка для взрослых. Ну что, проходим площадку для взрослых. Так, а здесь у нас есть три помещения. То есть, ванная комната. А, два салузла здесь. С душевой кабиной. А здесь гардероб. А, это гардероб. Это гардероб, да. Ну, то есть, хотя можно использовать, наверное, по-разному, потому что... Нет, это гардероб. Это гардероб, полноценный гардероб. Это, кстати, тоже иногда бывает в заблуждение вводятся наши клиенты, когда смотрят, там написано гардероб. А он просто... Да, и они подразумевают, что гардероб, он будет уже с наполнением. Нет, в спальне гардероб остаётся... Помещение, как называется, гардероб, а не шкафы, которые... У нас был скандал. Да ты что? Именно на теме того, что человек подумал, и ему не объяснили, что гардероб это помещение, а не наполненное шкафами. Ну, поставили бы ему там резину или сапоги, плащ какой-нибудь. Какой гардероб? А те, я думаю, застройщика, наверное, в памятке качества. Конечно, прописано. Скорее всего, написано, что гардероб это помещение без наполнения. Да. Но помещение вот это вот цельное, да, хозяйское, как ты сказал, взрослая комната, оно классное, да? То есть у тебя достаточно большая спальная зона, без шкафов, без ничего, отдельная гардеробная и своя ванная комната. Да. Было бы прикольно, если бы в санузле была ванна, а не душ, потому что тот санузел, он теоретически гостевой, он более отдаленный, и там ванна. Это все-таки приватная вещь, ванна для хозяев. И принять ванну и пойти в спальню более логично, чем вот оттуда. То есть поменять местами эти двори. Ну, это не очень понятно, почему так сделали. Ну, с другой стороны, у тебя там две спальные комнаты, например, для детей. И дети чаще принимают ванну. Я, например, люблю душ, я ванну принимаю, там, раз в год. Ну, ты оставайся тут жить. Ну, давай, ты. Сейчас кровать-то внизу. Бумажки все собери. По поводу бумажек, я все посмотрел, пока вы ходили, и даже не смысл... Не нашел критических, не нашел. Нет, в основном, ты знаешь, вот там царапина на полу. Причем я даже не вижу, где она. Там надо что-то подкрасить какая-то. Мне такое ощущение, что действительно... Отписка. Да, отписки какие-то. Нет, ну, тут ничего такого критического на самом деле нет. И если застройщик отправит сюда несколько профессионалов, они это устранят в течение новой очереди. Конечно. А мы так сначала взяли и накинулись, да? Посмотри, сколько того, сего, сего. А на самом деле нормальная, хорошая квартира. Квартира хорошая, хорошая. С современной планировкой. С хорошей планировкой. Если добавить сюда жизни, хорошая мебель, хороших шторок, хорошие люстры, это заиграет совершенно другими красками. Потому что зрители сегодня сейчас нас смотрят здесь в пустой квартире. А пустая квартира, она всегда умыла, грустная и неживая. Здесь не хватает декора, не хватает мебели. Кстати, стены здесь гипсокартуры. К соседу. Нельзя сломать стену к соседу, пока он не в курсе? Судя богу. Не было у вас таких акупусов, которые просто... Таких не было. Просто ты пришел, а у тебя сосед сломал стену и сделал, знаешь, вырез от комбината. Это еще был лайфхак от Семена. Семен предлагает покупать квартиру, когда рядом никто не живет. Ломаете стену и делаете себе большую перепланировку. Ореденяют, да? А там просто закладываете кирпичами двери. Такой истории еще не было. Будет? Будет. Пойдем в банк посмотрим, если что там не было. Пришли люди с фонариками критиковать. Ну тут света просто нет. Здесь я вижу, кстати, какая-то замазка, что-то тут произошло, да, видишь? Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. И причем бумажки здесь нет о том, что что-то пошло не так. Смотри. А ты понимаешь? Я тут явно, что-то пошло не так. Ну нет, просто тот, который тут бумажки присылал, он забыл посветить. Вот она. А, написано, что потолок плохо покрашен. Плохо покрашен. А что тут бросается в глаза? Где дверца? Ну, дверца ладно, у большинства застройщиков не входит стоимость вот этих вот дверков душевых. Но почему душевой подон не продлит до конца? Ну, некрасиво это смотрится. Хотя, по мне, надо было ее причесать. Вот мебели, шторы, картинки, квартиры, секунды другими красками. Да, потратить на пару тысяч больше, принципиально по-другому будет выглядеть. Конечно. Это можно сделать покупателям. Я уже просил бы эти 365 тысяч. Но видишь, рынок диктует сегодня, что можно купить у застройщика и продать в том состоянии, в котором есть. Вот и посмотрим, насколько... Да, потому что ему повезло и произошла рост сцена. Перестанем тестировать фонарики, выйдем на свет. Нет, конечно. Идем на свет. Ну что, пройдем немножко по придомовой территории. Здесь есть такой небольшой дворик и здесь еще один, да? Да. Что мы здесь видим? Здесь у нас, получается, три части. Да. То есть первая часть это социальный клуб, как называют его в Испании. То есть это общая территория, где обычно празднуют дни рождения. Здесь, что примечательно, есть кухня. И это большой плюс, потому что действительно можно не пригласить своих друзей, не приглашая к себе в квартиру. И получать удовольствие от бассейна, от тренажерного зала. Вообще не нужна кухня, в принципе, в квартире. Не нужно. Можно объединить ее с гостиной и просто убрать, потому что здесь своя кухня. И сегодня по расписанию именно я тут варю борщ и обедаю. Посмотрите, какая у меня кухня роскошная. Смотри, это вроде барной стоечки. Да, они разделили на два дома вот эту часть. И точно такая же зеркальная идет для двух других домов. Я помню. То есть там тоже есть свои детские площадки и, наверное, свой бассейн. Это моя любимая зона, спортивная. Он, наверное, с подогревом, нет? Да. Похоже, что он с подогревом. И, да, для заплыва такая дорожка метров на 15-20 даже, наверное. Ну, вот, собственно говоря, тренажеры. Наверное, здесь их, может быть, даже больше появится со временем. Да, видно, что их только устанавливают здесь. Еще никто не пользовался. Ну, и площадь позволяет, на самом деле. Я говорю, площадь очень много. Там что-то есть еще? Там переодевался. Ну, и зайдем посмотрим. Давай. Это, кстати, тоже хороший комплимент, что тебе не нужно идти в тренажерный зал. Это полноценный тренажерный зал в твоем доме. Тебе не нужно идти, подниматься в квартиру, переодеваться. Вот есть туалет, вот есть раздевалка. Давайте вообще подытожим. Насколько нам понравилась квартира, соответствует ли цена, планировка и так далее. Что скажешь, Ярославка? Ну, я скажу, что я бы, наверное, выбрал все-таки за эти деньги дом или отдельно стоящее какое-то строение или где-то в пригороде в Валенсии. Ну, квартира за такие деньги, квартира в моем понимании должна стоить раза хотя бы в полтора дешевле, да, и тогда я купил бы ее. А так для квартиры для меня дороговато. Я лучше домик и абонемент в тренажерный зал. И машина у себя во дворике. Понятно. Но моя честная оценка или честная цена, наверное, этой квартиры 300 тысяч. То есть, вот если у тебя есть 300 тысяч, такая квартира должна стоить этих денег, и ты можешь на нее спокойно поспорить. Но она же не может стоить 300, в любом случае, если собственник хочет, 365. Есть, но явно не так, да? Ну, нужно искать. Это идеальная цена, которую ты хотел бы. Нужно искать, да. То есть, например, это 4 башни, может быть, кто-то здесь будет продавать. То есть, если человек понравился этот объект, он может всегда нам написать, мы будем искать. Конкретно эта квартира вряд ли собственник уйдет на скидку, там, 65 тысяч. Это фантастика. Тем более, она почти продана. Да. Но за 300 тысяч можно найти. Но я тоже думаю, что цена немножко несправедливая. Все-таки, я думаю, ближе к 300 тысяч. А так, планировка отличная. В поделке есть много вопросов. Она достаточно бюджетная. Хотя, когда ты подходишь к этому зданию, к этому дому, ты думаешь, что внутри он точно такой же, как снаружи. А снаружи фасад прекрасный. Это один недочет. Другой плюс – это планировка. Также инфраструктура, которая в этом районе и вообще сам город. И справедливая цена, наверное, все-таки 300 тысяч евро. Ребята, у меня такое ощущение складывается, что я больше хвалил эту квартиру, чем вы в этой истории. Хотя я должен критиковать. Да, так что, если будет продана квартира, я на себя ужин. И даже с дискотекой. Ловлю на слове. Да. Какой больше вам понравился бы объект? Все-таки вы за квартиру, за такие деньги, когда уже там 365 тысяч евро, да? 365, да. Или все-таки вы купили бы дом или отдельное какое-то строение. Это интересный момент. Пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в следующий четверг. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok